В Беларуси выросли трудовые пенсии, согласно указу президента, более чем на 5%. Изменятся также выплаты по возрасту за выслугу лет по инвалидности и по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь почти 500 рублей. Суммы у каждого будут разные, поскольку итоговая цифра зависит от стажа и зарплаты, а также надбавок. Сегодня стартует новогодняя благотворительная кампания «Елка желаний». Инициатива Белорусского Красного Креста. Специальные деревья установлены в торговых центрах и магазинах по всей стране. На открытках написаны желания ребят из детских домов, интернатов, малообеспеченных семей. Можно купить подарок или пожертвовать деньги. В этом случае организаторы сами приобретут сюрпризы для детей. В вооруженных силах Беларуси стартовал новый учебный год. Основная часть его мероприятий будет посвящена вопросам боевой готовности. Продолжится оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. Кульминацией станет совместное стратегическое учение «Запад-2021». Оно пройдет осенью на территории нашей республики. Первые елочные базары, заработав в Беларуси 19 декабря, старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. С 20 и 21 числа к ним присоединится Гродинский регион. С 21-го Минский, с 23-го Гомельский и Могилевский. Всего по стране будет работать свыше 1000 торговых точек. Цены обещают самые минимальные. В ассортименте ели, сосна, также новогодние букеты и деревья в катках. С 23 по 27 ноября во Дворце спорта прошла матчевая встреча Беларусь, Испания, Франция, Украина. По бручанию Владислав Смоловский, Александр Добнер и Александр Родионов в составе сборной стороны стали победителями международного турнира по боксу.